Приветствую, народ! Последний раз я записывал обзор планшета около года назад. Это был Xiaomi Pad 5. И, скажу вам честно, я до сих пор считаю его одним из самых сбалансированных решений на рынке. Топ за свои деньги, говорите как хотите. Но дело в том, что за этот промежуток времени, за целый год, цена на него практически не упала. Правильно, зачем это делать, если люди покупают, да и альтернатив особо нет. Вообще, рынок планшетов сегодня, как по мне, стагнирует. Был бум в прошлом году из-за коронавируса, а сегодня в тренде просто бум. Как бы горько от этого не было. И тем не менее, конвейер уже запущен. Поверьте, если Xiaomi начинает двигаться в каком-то направлении, если они даже не возьмут вверх, то мясом закидают точно. Таким образом, на рынке появился доступный планшет Redmi Pad, который, по мнению производителя, должен завоевать сердца людей. Я с ним хожу уже около недели, и у меня есть четкое понимание, получится у него это сделать или нет. Хотя, есть ли хотя бы какой-то смысл вас интриговать, если я уже все сказал в названии этого видео. В общем, кому интересно знакомство с лучшим доступным планшетом, устраивайтесь поудобнее, я начинаю. Только перед этим хочу напомнить о распродаже Xiaomi на AliExpress, которая стартовала несколько дней назад. Если вы хотите самые низкие цены на этот Redmi Pad, на новинки смартфона Xiaomi 12T, 12T Pro и новый фитнес-трекер Smartband 7 Pro, милости прошу, ссылочку я оставлю в описании. Если же вы не хотите ждать свой заказ с Алиэкспресса, а вместо этого получить его прямо внутри страны, да еще и с гарантией, милости прошу, можете заходить в наш телеграм-канал Андропрайз Украина. Там только самые низкие цены на актуальную электронику. Все делается под моим чутким руководством. Ребята, мои близкие товарищи, я им доверяю на все 100%. Ссылка тоже будет лежать в описании. А сейчас возвращаемся к планшету Redmi Pad. Предлагаю начать с распаковки. Аппарат поставляется вот в такой вот коробке. Она чем-то напоминает ту, которая была в Xiaomi Pad 5. Открываем ее, и внутри мы видим планшет, обернутый вот в такую вот интересную, то ли бумажную, то ли не бумажную, в общем, вот такую вот недешевую оберточку. Спереди написаны все главные технические характеристики продукта. После этого видим бумажную подложку, под которой скрывается блок питания мощностью 22,5 ватта, USB кабель и иголка для излечения слота, в который можно установить карту памяти microSD. Несмотря на то, что продукт относительно недорогой, первые впечатления, как говорится, встречают по оберке, у меня положительные, потому что отсюда вообще не отдавало никакой дешевизны. Когда я открыл упаковку, ничего не воняло, внутри не было пластика. В этом плане Xiaomi, я вам скажу, в последнее время здорово так преуспели. Еще более позитивные эмоции я испытал, когда впервые взял планшет в руки. Все из-за его цельнометаллического корпуса. Здесь не просто где-то металлическая ставка, он полностью выполнен из металла. И я вам скажу, когда я вспоминаю ценник, там, да, в районе 190 долларов на Алиэкспрессе, я удивлен, как вообще это возможно, ведь использование такого дорогого материала в современном продукте, ну, по-любому, должно как-то поспособствовать удорожанию. А тут, не знаю, то есть я помню, что у Mi Pad 5, у него, по-моему, крышка выполнена из стекла. А этот материал менее дорогой, нежели металл. И как вообще воспринимать эту информацию? Ведь Redmi Pad, это младший брат Mi Pad 5. Вот, а получается, что в чем-то он даже лучше. Ну, в общем, все, что я хотел вам этим сказать. Сборка максимально качественная и вызывает исключительно положительные эмоции. Давайте посмотрим, что здесь есть, какие элементы. Первый, это слот для карт памяти. Вот таким вот образом можно его открыть. Иголка, еще раз повторяюсь, идет в комплекте. Многие ошибочно могли подумать, что этот планшет поддерживает сим-карту. Нет, существует только Wi-Fi и версии, никаких вам 4G или 5G не будет. На верхней грани, кроме слота, имеется два микрофона, кнопка регулировки громкости. Чуть левее находится кнопка питания и две сетки, под которыми спрятаны мультимедийные динамики с левой стороны. И такие же симметричные находятся с правой стороны. Еще имеется поддержка Dolby Atmos. И тут на корпусе указали об этом. Что я хочу вам сказать. Звук здесь действительно шикарный. В сумме 4 динамика. И ничего лучше я за эти деньги на самом деле не слышал. То есть, если вы покупаете этот планшет в первую очередь для просмотра фильмов, для потребления какого-то контента, поверьте, вы будете в восторге, потому что звучание действительно поистине шикарное. Звук громкий, чистый, даже имеются низкие частоты. В общем, я был приятно впечатлен. Двигаемся дальше. Еще на правой грани завезли порт USB-C, но здесь ничего нового. Никаких смарт-коннекторов тут нет, поэтому какие-то дополнительные клавиатуры сюда, вот специально под этот планшет, никто не производил. Толщина корпуса составляет чуть более 7 миллиметров. Вес 445 грамм. Выпускается Redmi Pad в трех расцветках. Вот такой вот графитовый, потом в цвете сильвер и зеленый. Какой из них вам нравится больше, можете написать в комментариях. А я тем временем добью знакомство с внешним видом продукта. Рассказом о том, что у него еще есть две камеры. Одна фронтальная, широким углом обзора, и одна основная. Честно, я не до конца понимаю, зачем нужна основная. Она паскудная. Понятное дело, что решение недорогое. Наверное, для того, чтобы там сфотографировать документы, тут же можно было и как-то обработать на планшете. А вот фронтальная камера вполне себе норм. Для видеосвязи ее будет достаточно с головой. Раз за 345, раз за 345, тест видеокамеры на планшете Redmi Pad. Вот смотрите, какой широкий угол обзора. Вот такая от нас фронталочка. Ну и зацените качество записи звука. Но это все мелочи. На мой взгляд, самое главное в любом планшете это его экран. Обращайте внимание на рамки. Учитывая сценник данного продукта, мне кажется, они тонкие. И, что самое важное, в меру тонкие. Потому что, если бы они были еще тоньше, таким образом мы бы касались постоянной экрана своими пальцами. Были бы ложные срабатывания. Вот это оптимальный вариант. Выглядит, конечно, он точно не на 190 долларов. Согласитесь. Диагональ дисплея составляет 1061 дюйма. Разрешение у нас Full HD. 2000 на 1200 точек. Частота обновления 90 Гц. Согласитесь, на бумаге все это дело выглядит вполне неплохо. Но нас же с вами интересует практика. Да? И вот, что я могу сказать. Первые впечатления. Возможно, мои ожидания были завышены. Я это не исключаю. Но я четко вижу небольшую зернистость. Вот то разрешение, которое используется в Mi Pad 5. Вот оно, наверное, все-таки оптимально. Да, тут планшет уже немножечко другого класса. Но тут я, после того, как первое включение, сразу увидел, что это продукты не из топ-сегмента. Ни в коем случае экран неплохой. Просто, когда я смотрю на его технические характеристики, вижу там миллиард цветов. Десять пидом. Думаю, ну неужели? Неужели они в бюджетный сегмент завезли что-то нереальное? Нет. В этом плане экран звезд неба не хватает. Но если посмотреть на его конкурентов, допустим, там на Realme Pad, там все то же самое, только частота обновления 60 герц. Здесь хотя бы 90 герц завезли. Учитывая, что матрица здесь не AMOLED, стоило ожидать, что и максимальная яркость будет невысокая. Так, она есть, 400 нит. Поэтому, если вы будете пользоваться планшетом где-нибудь там на солнце, где-нибудь там на пляжике, наверное, сейчас это уже не совсем актуально, вот, ну просто где-нибудь на солнце, с видимостью могут быть определенные проблемы. Он, скорее, создан для какого-то офисного использования, для домашнего использования по каким-то искусственным светам, в этом плане, конечно, все будет норм, будет достаточно. Но зато у такого решения есть и свои прелести. Допустим, при долгой эксплуатации глаза не устают. Это круто, однозначно, с AMOLED были бы определенные проблемы в этом плане. Так, ну, вроде бы, с железяками отчасти разобрались. Теперь давайте поговорим о программной составляющей. Начиная с прошлого года, Xiaomi изобрели планшетную версию MIUI и успешно внедрили ее в бюджетный Redmi Pad. И именно это, в первую очередь, отличает данный планшет от огромного изобилия на рынке. Всякие там Black и так далее. Текласт. Есть же там более бюджетные устройства с гораздо более интересными техническими характеристиками, да? Вот, но ни у кого нет планшетной версии MIUI, которая, на мой взгляд, выглядит замечательно. Понятное дело, что часть они там украли с iPadOS, но какое-то вообще когда мешало. Если это хорошо для конечного потребителя, значит, грех жаловаться. Особенно выдает плагиат меню приложения в нижней части рабочего стола. Но абсолютно такое же решение в интерфейсах от холдинга BBK. Так что Apple задали тренд, китайцы взяли его и скопировали. Это норма. Предлагаясь слишком уж не углубляться в этот вопрос. Почему? Потому что мы это все делали в прошлом году с Mi Pad 5. Давайте лучше поговорим о быстродействии системы. Ведь за работу Redmi Pad отвечает новый свежий процессор Helio G99 от компании Mediatek. Для тех, кто не в курсе, это успешное продолжение G95, G90T, G96, вот этого всего. Это те чипы, которые успешно были установлены в огромное количество среднебюджетных устройств. Не знаю, возможно, дело в сырости прошивки или снова всему виной мои завышенные ожидания, но часто, когда я просто гуляю по системе, то встречаю микрофризы. И это снова выдает бюджетность этого продукта. Не так, чтобы это было так явно, как, допустим, на Realme Pad, где там вообще я отказался от обзора этого продукта, потому что он был совсем уже лагающим. Там, в принципе, и железо было слабее. Тут все не так плохо, тем более частота 90 Гц, как ни крутите. Вот при скроллинге, при всех этих вещах это выглядит все не так стыдно. И мне кажется, то, что производитель завез эту частоту в относительно недорогой продукт, это все равно какой-никакой подвиг. Просто будьте готовы к тому, что, во всяком случае, на старте иногда будете встречать небольшие лаги. Это ни в коем случае не критично, особенно если вспоминать стоимость продукта. Что касается игровой производительности, для теста я в первую очередь записал Genshin Impact, потом установил Diablo и различные шутаны. Давайте начнем с Hardcore. Запустим Genshin Impact на ультра-настройках графики. После получаса игры я в среднем получил очень слабый показатель, поэтому сразу же переключился на средние настройки, после того, как планшет остыл. И вот при таком раскладе уже в среднем получил там около 36 кадров в секунду. То есть, если сильно упороться, то в Genshin Impact играть можно. Опять-таки, процессор Helio G99 ни в коем случае не создавался для того, чтобы пользователь играл в какие-то мощные игрушки. Он, наверное, больше подходит для каких-то стрелялок, типа там Shadowgun Legends, Stand-Off, там Call of Duty и вот этого вот всего. Вот в эти игры вы можете играть без проблем. Также я попробовал погонять в Diablo на максималках и в среднем там было около 30 кадров в секунду. Лучше, конечно, настройки тоже немного опускать. Вот, а в стрелялках вообще никаких проблем. Там в PUBG, еще раз, в Shadowgun Legends вообще можно играть, я думаю, что на средневысоких-высоких настройках и все будет ок. При этом корпус планшета практически не нагревается. Ну и для добивочки, давайте-ка я вам продемонстрирую результаты тротлинг-теста. Как всегда, делал все по-взрослому, выбирал 100 потоков на полчаса. Но мне все-таки кажется, несмотря на то, что производитель распинался на презентации, там, если вы посмотрите рекламные материалы на официальном сайте, о том, что это игровой продукт, он подойдет и все такое, в первую очередь это все-таки мультимедийное устройство. И этот планшет больше подходит для просмотра видео. В этом плане прям все очень здорово, если особенно учесть формат, да, экрана. Больше подойдет для каких-то таблиц. Вот, допустим, один из наших участников постоянно здесь рисовал и ему нравилось. Хотя стилус экран не поддерживает. Вы это должны знать. В отличие от Mi Pad 5, здесь стилус не поддерживается, но, не менее, вот сотрудник рисовал, говорит, что удобно ему понравилось. Мои слова четко подтверждают доступные модификации Redmi Pad 3,64 и 4,128. Максимум 4 гига оперативной памяти. Вы серьезно? Для андроида 12 в 2022 году 4 гига? Нет, это точно исключительно для мультимедия. Но, благо, просматривать фильмы и заниматься какими-то тривиальными вещами вы сможете очень долго, потому что внутри установлен аккумулятор емкостью 8000 мАч. Производитель обещает, что полного заряда хватит на 12 часов игры, 21 час просмотра видео и 26 часов чтения. Скажу и вам, это просто шикарные результаты, особенно учитывая неэнергоэффективную матрицу. Наверное, тут отчасти повлиял энергоэффективный процессор, Helio G99. Он же поспособствовал и низкому нагреву при тяжелых задачах. А вот если он вдруг разрядится, рассчитывать на быструю зарядку не стоит, потому что сюда довезли всего-навсего 18 ватт. В то время, когда бюджетники бренда поддерживают уже легко 67 ватт. А вот скоро выйдут Redmi Note 12, и там будет вообще поддержка 210 ватт. Тут немного Xiaomi, конечно, зажлобили, но с другой стороны, в планшете, наверное, это не так уж и важно. Итак, сколько просят на рынке за Redmi Pad? Во время распродажи, которая сейчас проходит на Алиэкспресс, 194 доллара. Но знаете, что это хорошее предложение, так-то обычно цена составляет 229 долларов. В Украине за базовую модификацию просят отдать 9999 гривен. Но это уже в наличии, с гарантией и вот это вот все. Что я могу сказать в итоге? В целом, Redmi Pad мне понравился. Особенно за 194 доллара. За 229 нужно еще репа почесать, но за 194 прямо хорошо. Для простеньких задач он добротный, он в меру шустрый. Понятное дело, хотелось бы там немного получше экран, но за свои бабки, то есть это все-таки бюджетник. Хотите что-нибудь получше, переплатите там в районе 5000 гривен и получите, допустим, Mi Pad 5. От той же компании Xiaomi, там уже 120 Гц, там получше разрешение, там экранчик действительно будет заметно поярче. Но если, допустим, сравнивать этот планшет с основным конкурентом, главным конкурентом Real Mi Pad, здесь и частота обновления изображения 90 Гц вместо 60 Гц и более мощный процессор. Там Helio G80, здесь Helio G99. Плюс здесь побольше экрана. Мне кажется, выбор очевиден. Можно еще, конечно, смотреть в сторону китайских версий планшетов от компании Lenovo. Там их продавцы шьют на глобалке, продают там в районе 220 долларов. В хороший день можно урвать решение на процессоре Snapdragon 750G. Но это, опять-таки, перепрошитый китайский Lenovo. Что там будет с поддержкой, вообще не ясно. А тут на борту уже стоит 12-й Android. По-любому будет 13-й Android. Скорее всего, будет и 14-й Android. То есть это свежее решение со свежим энергоэффективным процессором. Мне кажется, что за свои деньги на сегодняшний день это лучшее решение на рынке. Особенно учитывая тот факт, что здесь нормальное ПО, компания Xiaomi развивает направление. Если вот на старте продаж он где-то может быть слегка сыроват, вот, думаю, что через несколько месяцев будет все прям вообще шикарно. Если вам не нужны всякие дополнительные приблуды, типа фирменного чехла, стилуса, а просто планшет на каждый день, так, чтобы дома сесть, так вот зарипнуть какой-нибудь кинчик, я уверен, что вам это решение более чем подойдет. Я вообще назову, знаете, такой лучший недорогой планшет на каждый день. Это было мое мнение. Спасибо огромное за просмотр. Если понравилось, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал, если еще не подписаны, и делиться этим выпуском со своими друзьями. Ну и самое главное. Не забывайте поддерживать жителей Украины, которые пострадали от чудовищной войны, устроенной страной-агрессором. Вы же знаете, да, что сейчас повсюду террор, все города обстреливают, многие сидят без света, без воды, люди просто не знают, куда податься, и мне кажется, что наша с вами помощь, гуманитарная помощь, им необходима как никогда. Реквизиты карты я оставлю в описании. Там все максимально просто. Переходите по ссылке, вводите цифру, которую хотите задонатить, и дело в шляпе. Держимся, и мы однозначно прорвемся. Слава Украине, слава нашим защитникам, нашим героям, и да пребудет с нами мир. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!